В республике отметили самый душевный праздник – Всероссийский день беременных. Это один из самых молодых праздников. Его отмечают с 22-го года. Проводят дважды в год. На этот раз провели его в рамках года семьи, и он приобрел особое значение. Множество положительных эмоций получили не только будущие мамы, но и гости праздника. Зарядилась радостью от позитивного мероприятия и Альбина Ламкова. Эмоциональная связь между мамой и ребенком особая. Она зарождается с первых дней беременности. Поэтому важно уделять каждой женщине внимание в этот период. Но не забывать об этом и на протяжении всей жизни. Тогда будет крепкая и дружная семья. Именно такая семья у Ольги Пасечник. Она воспитала двоих дочерей, они уже взрослые. Теперь ждет третьего ребенка. В их семье царит взаимопонимание и уважение. Еще важен здоровый образ жизни. Здоровая мама – здоровые дети. Мы придерживаемся правил советоваться друг с другом, помогать друг другу. Самое главное – следить за здоровьем. Я за спорт, я за спортивную семью. Поэтому будем ждать нашего мальчика или девочку, приучать к здоровому образу жизни. Семья, дети, дом – вечные ценности для любого здравомыслящего человека. Мамой быть нелегко, и это не зависит от времени. В современном мире многое в помощь. Но самое главное – это поддержка мужа, говорит Ольга Викторовна. Я считаю, что для беременных женщин, которые в положении, важна забота, забота окружающих. И самое главное – забота мужа и близких, и поддержка дочерей и близких. Что важно для того, чтобы семья была крепкая и дети росли в радости? Мне кажется, что важнее всего, чтобы между супругами была гармония, была любовь. Потому что дети, они должны появляться из любви, для любви и ради любви. В ожидании братика и сестры, да? Да, братика хочу братика. Помогать будете маме? Конечно. А если они смогут? А если сестричку тоже будем ждать. Всех будем ждать. Врачи Республиканского перинатального центра организовали настоящий праздник для будущих мам. Самым волнительным моментом торжества для всех стало объявление полуребенка. До этого времени будущие мамы прошли УЗИ, а результат сообщили на празднике. Женщинам приготовили сувениры, учитывая гендеребенка. В семье Ольги Пасечник ждали мальчика. Результат УЗИ обрадовал. На торжестве чествовали и отмечали многодетных мам. Многие молодые женщины не решаются на этот шаг, опасаясь трудностей и ответственности. Но статус матери многое меняет в жизни. И в первую очередь мировоззрение. Эльмира Будаева решила стать многодетной мамой. С супругом воспитывает пятерых детей. У нас первая девочка, ей 11 лет, а затем вот у нас пошли мальчишки. У нас 5 лет, 4 года и двойняшки мальчишки. Вот родились у нас 2 года назад. Сейчас мы ожидаем девочку, ждем 6-го. И для нас это большая радость, большое счастье. И я считаю, что вообще женское счастье – это именно дом, семья и дети. Эльмира понимает, что у малыша это большая ответственность, но в то же время осознает – подарить ей жизнь – это важнейшая миссия женщины. Хотела бы отметить помощь супруга, который дает мне поддержку моральную, физическую. То есть он помогает всячески. И для меня это как двигатель для того, чтобы продолжать дальше выполнять поручения нашего президента и повышать рождаемость в нашей стране. «Секрет большой семьи – любовь и понимание, где главным героем служит мама», отметила в своем выступлении на празднике заместитель министра здравоохранения Карачаева-Черкесии Тамара Кепкеева, продолжив, что очень важно сохранять семейные ценности и традиции. Преследуя эту цель, глава государства объявил 2024 год годом семьи. «Я сама в выходе из многодетной семьи. И когда я поступала в институт и уже встал в выбор профессии, безусловно, без всякого отомнения, я выбрала в шерстную гинекологию и 20 лет проработала в родильном отделении». Тамара Кепкеева отметила, что ни одна специальность не приносит столько радости. Рождение ребенка – чудо. Этот момент ни с чем не сравним. Многие женщины, ощущая поддержку, становятся многодетными мамами. Их пригласили на праздник. Некоторые воспитывают по 11 детей. Это тяжелый труд, отметили врачи Республиканского перинатального центра. 7 апреля вся Российская Федерация чествует беременных женщин в рамках проведения всероссийской акции «Крепкая семья – все беременные». Цель праздника – содействие в повышении рождаемости за счет формирования в обществе культуры бережного отношения к материнству и детству. Каждая беременность должна закончиться рождением ребенка. И пусть она у вас протекает так, чтобы в будущем ее хотелось повторить. Главная персона в сфере демографии – беременной. Это надежда нации наше будущее, отметила Евгения Пономарева. Гостей приветствовал и многодетный священник, благочинный православных церквей Северного округа Карачаева-Черкесии, отец Александр. Отец пятерых сыновей. А, конечно, только пожелание. Женщина в положении – не переживать. Все будет нормально. Главное, конечно, чтобы вас поддержали ваши близкие, ваши мужья, ваши родные. От этого зависит. Я уверен, что у кого много детей, у тех очень большая поддержка в семье. Это всегда так было и так будет. А, конечно же, пожелать здоровья, пожелать Божьей помощи, Божьей милости. Ну и, конечно, никак без этого. Это моя роль и моя миссия. Воспитывайте своих детей в вере своих отцов и матерей. Герои праздника, будущие мамы, выходили по очереди на сцену под аплодисменты. Каждая получала цветы и подарки. Радовали на мероприятии не только их, но и их детей. Им предоставили чудесную возможность перевоплотиться в удивительный образ или любимого героя, разрисовав красками их лица. Номер пять. Номер пять. Организаторы мероприятия подошли к делу всесторонним. Женщин не только поздравляли. Были сюрпризы в виде беспроигрышной лотереи. Молодым мамам вручили полезные подарки. Полезными были не только подарки, но и информация. Ее предоставили сотрудники социального фонда. Они рассказали о выплатах и способах их получения. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия.